Сегодня мы отправимся с вами в небольшой бельгийский городок Лёвен, находящийся в 20 минутах езды от Брюсселя. Этот старинный город знаменит своей прекрасной архитектурой, крепкими студенческими традициями и является центром пивоварения Бельгии. Так что обязательно досмотрите до конца, будет очень интересно. Сегодня на улице такой дубак, туман тут вообще, прохладненько и людей нет. Да, потому что Новый год. Первое января. А вот мы уже и подошли к центру города. Сзади меня вы видите фонтан. Это символизирует студента, который вливает ее в ложку знаний. Если бы это было вот так легко. Позади нас очередная достопримечательность города Лёвен, церковь Святого Петра. Обратите внимание на высоту этой церкви. Она не такая высокая, как обычная церковь стоит в городе, потому что здесь очень плохой грунт в этом городе. И все здания не более определенной высоты построены. А вот знаменитое здание ратуши города Лёвена. Да, как всегда, в этом стиле вы видите маленькие фигурки вокруг этого здания. Это все местные их герои сочлины. А что наверняка, у каждого может быть рассказывать санги, но... Как и не знаю. Да. В Лёвен довольно-таки легко попасть из Брюсселя. На электричке около 20 минут всего дорога занимает. И если в выходные, то это все стоит удовольствие около 6 евро. Туда назад? Да. Да. Мы все еще находимся во Фландрии, поэтому здесь официальный язык холландский. И тут связана такая история небольшая с языком. Именно в этом городе. Сейчас мы вам ее расскажем. Вот позади нас университетская библиотека. Раньше здесь преподавали на двух языках университетей. На голландском и на французском. Но потом преподаватели и студенты разосрались между собой, франкофоны, с теми, кто говорит на голландском. И люди, которые говорят на французском, свалили отсюда в новый город. Но книги-то были для всего университета. И они поделили эти книжки так, что четные остались здесь, а нечетные поехали вместе с франкофонами. Вот такой вот клевый он. Маленький, уютный городок. Студенческий. Красивая архитектура. Да, хорошо сохранившийся. Да, потому что много мы тоже знаем пару таких вот городов в Германии. Если бы там не было студентов в Германии, он уже, наверное, загнулся бы. Но они есть, учатся, наверное. Развивают город, привносят сюда больше жизни. И денег. Хотя студенты деньги, ладно, чушь. В Лёване мы отправились на поиски пивоварни, самого крупного производителя пива в мире. Вот мы нашли тут достопримечательность аббатства Кайтсенберг. Мы ничего не знаем про эту достопримечательность, не готовились. Чисто случайно сюда забрели. Искали пивоварню, а пришли в аббатство. Ну, к сожалению, пивоварню мы не нашли. Но расскажу вам все равно историю про бельгийское пиво. Оказывается, в мире бельгийское пиво занимает первое место по количеству пива проданного в год. И вот один из главных производителей этого пива, вот эта вот компания, Стелла Артаис. В Лёване находится их штаб-квартира этой пивоваренной компании, которая производит больше всего пива в мире за год. Ну вот и все. Наше время в Лёване подошло к концу. Да, пора ехать назад. Надеюсь, вам понравился этот день с нами в этом Лёване. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Да, ставьте лайки, бейте в колокола. До новых встреч. Пока!